18 июля 2016 года, Лондон. Посольство Эквадора окружает толпа. Люди хаотично фотографируют на мобильные телефоны всё вокруг здания дипломатического представительства. Это вызывает недоумение у работников полпредства. Оказалось, что здесь организован так называемый Покестоп. Поклонники игры Pokemon Go стремятся сюда, чтобы поймать виртуальных монстров и активировать бонусы. Простое совпадение или нет? Но именно в этом посольстве нашёл политическое увежище Джулиан Асанж, обнародовавший сверхсекретные материалы. За ним давно охотится британская полиция, а теперь дежурит и покемономаны. Неужели разработчики приложения ведут двойную игру, и с помощью ничего не подозревающих игроманов устроили за Асанжем слежку? Опасность, когда пользователи, те игроки, которые включили на своём смартфоне такую игру, выполняют команды, которые приходят откуда-то извне. Игра Pokemon Go может угрожать национальной безопасности, заявили депутаты Госдумы. Они требуют разобраться, какую информацию собирает приложение, и кто её может использовать. Сегодня в программе. Мир поглотила покемономания. Куда засасывает дополненная реальность миллионы людей? Мы имеем дело с массовым психозом. Они вышли на охоту. Кого ищут роботы в каждом дворе? Сейчас ездят регулярно, картографируют наши города, наши улочки, приулочки. Один против армии роботов. За что россиянин подал в суд на поисковик гигант? Мою переписку абсолютно никто не имеет права открывать. Электроника против человека. Кто выживет в смертельной схватке? Раньше это показывали в фильмах ужасов. И возможности на грани фантастики. На что способны современные хакеры? Можно заблокировать тормоза на чужом автомобиле. Американский ведущий Бобби Дескинс в шоке. Сотрудница телеканала вошла в кадр во время прямого эфира и даже не заметила этого. Выяснилось, что она чересчур увлеклась игрой в покемоны. Диктору ничего не оставалось как рассмеяться. Но если этот инцидент удалось перевести в шутку, то молодому человеку из штата Орегон еще долго будет не до смеха. Он получил ножевое ранение от другого охотника за покемонами. Каково же было удивление полицейских, когда раненый отказался ехать в больницу, продолжая маниакально ловить карманных монстров. Так что пришлось его госпитализировать силой. Это очень серьезная проблема, потому что за этим серьезные зависимости. Зависимости не менее опасны, чем наркозависимости. В сводке новостей об игре в покемоны напоминают сценарий апокалипсиса. Аварии, убийства, вооруженные нападения, сорванные эфиры, массовые скопления людей. Все это непрерывно сопровождает бешено популярную игру с момента ее выхода. Словно зомби, многие игроки выходят на охоту за карманными монстрами, рискуя жизнью. И неважно, какое впереди препятствие – оживленная трасса или клетка с тиграми. Не задумываясь о том, что эти действия могут причинить вред окружающим или создать такие обстоятельства, в которых будут совершены преступления. Счет пошел на десятки миллионов. Количество игроков в покемонов уже превысило число пользователей таких интернет-гигантов, как Твиттер и Тиндер. И в эти минуты ряды покемонов-манов неуклонно растут. Увлечение дошло даже до высших должностных кресел. Например, президент Израиля Реовен Ривлин опубликовал в соцсети фото покемона, которого он поймал прямо в рабочем кабинете. А член кабинета министров Индонезии Прамона Агунг признался, что сфотографировал несколько монстров в президентском дворце. Эксперты опасаются, именно это и нужно было разработчикам. Не изображение монстров, а мест, где они появляются. На видео робот-змея. Может легко забраться на метровую высоту и менять угол обзора. Это изобретение лаборатории частного университета Карнеге-Мэллон в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Создано при финансовой поддержке армии США. А в Гарвардском университете сделали робота-насекомого, который умеет ходить по воде. Все эти технологии – кладезь для шпионской разведки. Но какие открываются масштабы, когда орудия слежки находятся в смартфоне чуть ли не каждого прохожего? Что если программа «Покемон Гоу» создавалась как раз для этого? Ты просто видишь, что где-то здесь вводится покемон, начинает туда направлять камерами. Это может быть база подводных лодок, это может быть вход в здание нейрального штаба, это может быть там, не знаю, дорога к секретному заводу, да что угодно. Военная база «Чебербон» – 190 километров от столицы Индонезии. Охрана задерживает 27-летнего француза, незаконно проникшего на секретный объект. Свой поступок Ромен Пьер объясняет тем, что был слишком увлечен охотой на покемонов и не обращал внимания ни на что вокруг. Такими темпами и пастух может стать шпионом, считают специалисты. Появилась возможность манипуляции, действительно, манипуляции большими, достаточно массами населения, увлеченного в эти игры. Командование израильской армии выпускает директиву, запрещающую офицерам и солдатам играть в «Покемон Гоу». В документе говорится, что может произойти утечка секретной информации с мобильных телефонов, на которые загружается приложение. Жители Китая подозревают, что разработчики программы уже пытались выведать расположение их секретных военных баз. А в Турции глава Союза имамов Мехмед Байрактутар добивается запрета игры на территории всей страны. Иран – первое государство, которое уже поставило полное табу на ловлю карманных монстров. Однако, несмотря на запреты, компания-разработчик только подсчитывает прибыль. Ее капитал еще до выхода скандально известной игры составлял 20 миллиардов долларов, а после официального релиза приложения тут же увеличился более чем вдвое. «Что такое 20 миллиардов долларов – это страшные деньги, это стоимость, например, всех современных российских танков в российской армии. И на консервации, и в бою, и в строю. То есть вот так вот за две недели одночасная компания полностью может обеспечить потребности России, огромной страны. А у нас танковая армия, кстати, третья по величине в мире». Это Джон Ханки – создатель той самой лаборатории, которая выпустила игру с покемонами. И он непростой бизнесмен. Когда-то Ханки работал на правительство США, а прославился тем, что участвовал в проекте «Замочная скважина», спонсируемом венчурным фондом от ЦРУ. Джон со своими соратниками создал первую в мире систему глобального картографирования местности. Раньше такие покилометровые карты находились только под грифом «Секретно». Позже проект «Замочная скважина» купила компания «Гугл», а подобные карты стали доступны каждому пользователю интернета. «Не зря вражеские самолеты и разведчики прорывались в нашу территорию, рисковали жизнью для того, чтобы картографировать нашу местность, сделать снимки военных объектов. Сейчас это происходит совершенно бесплатно. Более того, за наш с вами счет мы сами бежим картографировать все места, загружаем фотографии в интернет». «Это кажется невероятным – попасть внутрь Большого адронного коллайдера, забраться на вершину Килиманджара или спуститься к останкам кораблей, и все это не выходя из дома. Трехмерная проекция мест нашей планеты стала доступной благодаря новому проекту «Гугл просмотр улиц». Автомобили, роботы, поисковика, гиганта отсканировали все на своем пути. От труднодоступных мест до каждого населенного переулка. «Это сервисы, которые фотографируют улицы. Когда становится возможным посмотреть удаленно панорамы того или иного города, понять, что находится рядом, то есть не только видеть карту, не только видеть спутниковое изображение, не только плоскость видеть, но еще и понимать строение этих улиц, размещение окон, размещение дверей, размещение вообще объекта». Однако запуск проекта «Просмотр улиц» вызвал волну возмущений по всему миру. Германия. 250 тысяч жителей требуют стереть с фотографий их дома, машины, лица. В Великобритании член парламента Марк Ланкастер заявляет, что поисковик разглашает данные об организациях, которые предоставляют убежище жертвам домашнего насилия. В итоге преступники, по сути, получают пошаговую инструкцию, как добраться до своих жертв. Житель графства Западный Йоркшир утверждает, что его гараж обчистили на следующий же день после того, как фотография хранилища появилась в интерактивном сервисе. Недовольство высказывают власти Англии, Китая, Канады и Чехии. И вот очередной скандал. Выясняется, что машины, фотографируя улицы городов Америки, собирали данные из незащищенных Wi-Fi-сетей, в том числе пароли и приватную переписку многих граждан. Оставалась последняя задача, да, заглянуть в наши с вами квартиры, заглянуть в подвалы, заглянуть в офисные помещения. Желательно сделать это бесплатно, а быть может, чтобы вы нам еще и доплатили, да, и желательно, чтобы можно было мониторить любой участок местности в реальном времени. С этой задачей, по мнению экспертов, отлично справляется приложение Pokemon Go. На первый взгляд, разработчики игры не имеют ничего общего с картографическим сервисом Google и его картографическими разработками. Но это не так. Еще в 2014 году известный поисковик в паре с изобретателями скандального приложения решили на 1 апреля разыграть пользователей. Они добавили возможность ловли покемонов на картах. При загрузке приложения Pokemon Go требует полный доступ ко всем данным. Контактам, аккаунту, местоположению, файлам, соединениям. Программа может без ведома пользователя выводить телефон из спящего режима, активировать микрофон, камеру и датчик движения. Если вы это внимательно простите в лицензионное соглашение, смысл его именно такой. Что если на вашем устройстве ей что-то покажется важным, она это слямзит. И вы это разрешили пожизненно. В тот момент, когда вы устанавливаете, вы соглашаетесь с тем, что она у вас будет лямзить все, до чего может дотянуться. Свои возможные связи со спецслужбами создатели приложения не скрывают. Для чего простой игрушке в дополненную реальность такой неограниченный доступ к персональным данным пользователей? Что если миллионы простых людей по всему миру уже заменяют армию шпионов? Или сами же становятся объектами чьего-то пристального наблюдения? Он никогда особенно не обращал внимания на рекламу в интернете, но в этот день пришлось. Уж слишком она кричала, что читает его мысли. Начал постепенно поворачивать свой взгляд на правую строчку своих писем. И в какой-то момент понял, что это не просто реклама. Антон Бурков, юрист, сообщил в личной переписке коллегам, что собирается в командировку в Страсбург, в Европейский суд по правам человека. Не успел отослать сообщения, как все ассоциации со словом «Франция» выстроились в список рекламных приложений справа от его письма. Появилась реклама «Виза в шенгенскую зону», «Отели в Страсбурге», «Как бесплатно дешевле долететь до Страсбурга» и даже «Как написать жалобу в Европейский суд по правам человека». Каждый пользователь, создавая аккаунт на сайте Google, ставит галочку, что принимает политику конфиденциальности и пользовательское соглашение. Никто это обычно не читает, хотя здесь все самое интересное. Например, данные вашего аккаунта поисковик может использовать в коммерческих целях, в том числе в рекламе. Если какая-то девушка напишет своей подруге о том, что она мечтает о каком-нибудь колье, через какое-то время она увидит рекламу, которую предлагает ей приобрести колье. Антон Бурков не читал условия соглашения, но все равно был уверен. Что бы там ни было написано, его личные сообщения никто читать не имеет права. Однажды был такой действительно случай, когда в интернете одна из таких компаний в такое вот типовое соглашение включила строчку, что после заключения договора вы отдаете нашей компании право на вашу душу. И все подписывались, никто не читал. Но это не значит, что эта компания получила такое право. Так и в данном случае. В ходе разбирательства возникла дилемма. Переписку читают не люди, а роботы. Можно ли по закону обвинить машину? Угл пытается переместить все в несколько иную плоскость, объясняя, что не люди же читают. Эти письма читают не люди, а читают машины. Поэтому это не является вмешательством в вашу переписку. На самом деле является. На самом деле это противозаконно. В том числе и в нашей стране это нарушает конституцию. Потому что никто не может иметь право доступа к переписке, иначе как на основании решения суда. 50 тысяч рублей. Сумма компенсации, которую получил Бурков по решению суда от компании Google. Это ничто в сравнении с прибылью гигантской компании. Зато он создал судебный прецедент, который могут повторить и другие пользователи. А еще Антону теперь перестала приходить реклама, которая повторяет содержание личных сообщений. Компания Google заплатила Федеральной торговой комиссии США огромный штраф в 22,5 миллиона долларов за незаконный сбор сведений о том, какие сайты просматривают пользователи. Власти заявили, что это должно послужить уроком всем фирмам, которые попытаются нарушить конфиденциальность информации. Однако эксперты уверены, что подобные утечки происходили и происходят постоянно. Август 2013 года. В США разразился скандал. К детскому монитору подключился неизвестный и начал говорить непристойности двухлетней девочки. Выяснилось, что производитель детских гаджетов продал партию устройств с ошибкой в программном обеспечении, что и позволило перехватить сигнал. При этом компания никак не предупредила своих покупателей об этой проблеме. Отследить уязвимые устройства и поймать нечестных производителей. Именно для этого швейцарец Джон Мэттерли задумывал специализированную социальную сеть под названием «Шодан». Однако на деле это вылилось в тотальную слежку за населением планеты. Здесь все уязвимые устройства как на ладони, а доступ может получить любой пользователь. Процессор, управляющий устройством, можно вшить в любое устройство и вшивают в чайник, в утюг, в любое. Но телевизоры просто в этом плане идут впереди. Если в устройстве подключены, присутствует видеокамера, микрофон, датчик движения, то эти устройства можно использовать для шпионажа. В итоге на мушке поисковой системы оказались более полутора миллиардов сетевых устройств. А миллионы людей по неволе стали словно героями реалити-шоу, сами того не подозревая. Видео отовсюду, даже из частных квартир, попадает в интернет через незащищенные устройства. Чаще всего владельцев сдает умная техника. Смотрите далее. Утюг шпионской разведки. Какие бытовые приборы следят за своими хозяевами? С их помощью можно наблюдать за тем, как вы, извините, в негляже бродите по своей квартире. Каждый шаг под прицелом. Кто составляет на нас секретные досье? То есть вся жизнь человека здесь будет на ладошке. Сильнее оружие, в чьих руках пульт мирового господства? Многие эти создавались для того, чтобы глобально доминировать. По прогнозу аналитиков, к 2020 году более 200 миллиардов устройств будут подключены к всемирной сети. Если производители не защитят умную технику от кибератак, то пользователи продвинутых гаджетов могут оказаться в опасности. Скажем, чайник с автоматическим отключением, если его включить с открытой крышкой, может загореться. Потому что он не зафиксирует, что он выкипает. Хорошо было бы за этим следить. Появились чайники и появилась бытовая техника, у которой есть такие возможности передать в интернет, что с ней что-то не так. А это значит, что она в интернет может передать, что вообще вокруг нее сейчас происходит. Холодильники со встроенными телеэкранами набирают все большую популярность в разных странах. Особенно их любят в Америке. Но немногие пользователи знают, что в некоторых моделях встроена маленькая видеокамера. Когда к прибору подключается домашний беспроводной интернет, то видео прямо с кухни сплошным потоком может транслироваться в глобальной паутине. Происходит это в том случае, если сохранились исходные настройки после доставки из магазина. Большинству покупателей и в голову не приходит менять фароль. Были случаи, когда домохозяйка бродит в неглиже по своей кухне в Техасе. Вот что-то обсуждает с мужем, а камера это транслирует. Через поисковик Шадана это можно сидеть и смотреть, сидя в России. Смотреть, как она фланирует по своей кухне. Не знаю, обсуждает она при этом Донбасс, Обаму или Хиллари Клинтон. Но картинка видна. Как заявляют производители вот такого умного будильника, устройство призвано улучшить качество сна. Встроенный микрофон непрерывно регистрирует все звуки в спальне, температуру и влажность воздуха. А этот миниатюрный датчик, который крепится к подушке, запоминает любое движение тела во время сна. Все записанное за ночь доступно пользователю для прослушивания. Но, как выяснилось, не только ему. В соглашении прописано, что компания-производитель не несет ответственность за удаление данных, попадающих в службу. А срок хранения информации никак не ограничен во времени. База интернета вещей включает не только умные будильники, частные роутеры, айпи-телефоны, детские радионяни и возможности их прослушки. Самое страшное, что уязвимыми могут оказаться светофоры, электростанции и водоочистительные сооружения. Специалисты утверждают, что при желании хакеры могут ими дистанционно управлять. Это ставит под удар жизнь целых городов. Оказывается, можно контролировать перекресток, оказывается, можно контролировать состояние там в основном реакторе атомной станции. Конференция по сетевой безопасности в Лас-Вегасе. Независимый эксперт Дэн Тентлер демонстрирует, что может сделать профессиональный взломщик, используя интернет вещей. Это кажется невероятным. Одним нажатием кнопки выводится незащищенная система управления городскими светофорами. Размораживается хоккейный каток в Дании. И даже запускается тестовый режим управления гидроэлектростанцией во Франции. 2015 год. Хакеры случайно атаковали водоочистительную станцию. Им удалось получить доступ к ключевым настройкам системы. И ради интереса они решили изменить количество используемых для очистки воды химических веществ. В том же году атакам подверглись Сталилитейный завод в Германии и аэропорт в Варшаве. Если такие важные объекты оказываются не защищены, то что и говорить об устройствах простых пользователей? Например, у этого автомобиля, демонстрирует Тентлер, в любой момент можно дистанционно завести или заглушить двигатель. Любое электронное устройство, которое также собирает информацию, хранит эту информацию, может быть использовано против человека. Но представьте себе, и уже известны эти случаи, когда один хакер получил доступ к кардиостимуляторам. И, собственно, мог удаленно управлять кардиостимуляторами, отправлять разряды, там, 8 тысяч вольт в сердце, и, по сути, мог убить любого человека. Евгений Черешнев решил на себе испытать опасности кибератак. В прямом смысле. Биочип вшит в его руку. А молодой человек – один из немногих на Земле киборгов. Несмотря на это, он ведет обычную жизнь и ездит на работу в офис. Я прикасаюсь к турникету, он открывается. Я не ношу ключей. Евгений работает в крупной компании, которая разрабатывает программы защиты от кибератак. Только когда компьютер стал частью его тела, мужчина понял, насколько уязвим. Моя жизнь сильно изменилась. Во-первых, я по-другому начал относиться к интернету. Для меня это теперь разновидность домашнего пространства. Во-вторых, я по-другому отношусь к приватности. Мои частные данные воспринимаются мной так же, как мое нижнее белье. По статистике, более 400 миллионов смартфонов и планшетов не защищены от атаки злоумышленников. Часто невозможно зафиксировать, в какой момент на устройство попала шпионская программа. Возможно, при переходе по незнакомой ссылке или пришло СМС, которое нигде не отобразилось. Андрей Масалович, полковник ФСБ в отставке. Сегодня эксклюзивно для нашей программы он продемонстрирует, как работают программы для слежки. Я сейчас могу запустить программу, которая подключит базу данных и попытается собрать данные из баз. По адресам, по телефонам, по месту работы. Дальше, если какие-то из датчиков информации снабжены включенными сенсорами, ну, местоположением, человек что-то пишет, я вижу, где он сейчас находится. В качестве объекта наблюдения корреспондент нашей редакции Валерия. Что удастся ней узнать эксперту в режиме реального времени и какие устройства будут отправлять ему секретную информацию. Итак, мы зафиксировали объект интереса номер один. Это журналистка. Она установлена у нас на сторожевом контроле. То есть любые ее виды активности и ее самой и связанных с ней устройств у нас будут фиксироваться. И вот пошел сигнал, что связанное с ней устройство, ноутбук обнаружено где-то в Москве. На мониторе появляется точное местоположение Валерии. Это кафе в центре Москвы. Эксперт загружает профили с базы данных. Чего тут только нет. С этой информацией хоть бери кредит в банке. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, место рождения, причину интереса и набор идентифицирующей информации, НН, номер пенсионного страхования, псевдонимы, клички, НИКИ смененные, имена, номера документов. На экране у специалиста вся активность с рабочего стола ноутбука девушки. С кем переписывается, какие открывает папки и загружает страницы. Но и это еще не все. Ее фотографию в данную секунду передает веб-камера с компьютера. Конечно, журналистка об этом даже не догадывается. Мы временно теряем ее изображение, но вот оно появляется вновь. Уже с камеры мобильного телефона, когда Валерия начинает пользоваться сотовым в машине. Большая часть моделей сотовых вас фотографируют, просто делают это без звука. С выключенным телефоном ситуация сложнее, но во многих случаях вам кажется, что он выключен. На самом деле, если в нем есть батарейка, тем не менее, его местоположение сейчас можно зафиксировать. Внимание! У испытуемой звонит телефон. Смотрим, что происходит на мониторе. Программа не только перехватывает вызов, но и распознает местоположение собеседника, а также выдает полное на него досья. Невероятно! Мы видим и его фотографию в момент разговора с Валерией. И хорошо разговаривает за рулем. Тем не менее, вот его смартфон, вот его лицо, вот система сверилась с базой. По такому же принципу эксперт вычислил всех, кто связывался с девушкой в течение дня по телефону. Остается еще один вопрос. Удастся ли получить изображение из дома, когда Валерия отключит телефон и уберет ноутбук подальше? Неужели и это возможно? Пошел видеопоток, встроенная видеокамера в ее телевизоре. Вот это для нас последний кадр на сегодня. На телевизоре уже был включен и активирован датчик движения, включена и активирована встроенная видеокамера, включен и активирован микрофон, включен и активирован доступ в интернет. То есть все это уже есть. Подводим итог. Практически непрерывно, весь день наш эксперт мог следить за Валерией. При этом ему были не нужны никакие шпионские примочки из детективных сериалов. Достаточно телефона и ноутбука, которые девушка держала при себе. В ее устройствах уже были уязвимости для передачи данных. Конечно, наш эксперт никак не будет использовать полученную информацию, а журналистку мы предупредили о слежке. Но страшно представить последствия, если бы на месте нашего героя был бы хакер-злоумышленник. Раскрыть преступление благодаря одному лайку. Это удалось сделать пермским полицейским в сентябре 2015 года. 20-летняя пермячка, ставшая жертвой насильника, обнаружила под одним из своих фото, размещенных в социальной сети, новую отметку «Мне нравится». В человеке, оставившем лайк, девушка узнала преступника. По информации в профиле, его быстро нашли и арестовали. Шопинг в интернете эта семейная пара из США уже никогда не забудет. Начиналось все как обычно. Жена из дома заказала на сайте скороварку, а муж на работе выбрал себе новый рюкзак. Не сговариваясь, мужчина и женщина сделали это почти одновременно. Через пару часов, когда семья была в сборе, дом окружил спецназ. Под прицелом оказались окна и двери. Перепуганную чету попросили немедленно выйти с поднятыми руками. Выяснилось, что это группа захвата контртеррористического подразделения. Заказ этих товаров в интернете членами одной семьи спецслужбы восприняли как возможную подготовку теракта. За несколько месяцев до этого прогремели взрывы в Бостоне. Боевики соорудили бомбы как раз из скороварок и пронесли их на марафон в рюкзаках. Шпионские мероприятия, которые американцы проводят, у них есть серверы, которые полностью повторяют весь интерфейс, работу поисковых серверов Google. Британское издание публикует список ключевых фраз, упоминание которых в поисковой системе активизирует внимание спецслужб США. Стоит набрать, например, в поисковике сочетание слов «лихорадка Эбола», как вы уже под пристальным наблюдением. Смотрите далее. Интернет помнит всё. Что знают о каждом пользователе социальные сети? Оно хранится навсегда. Слабое звено. Кого караулят террористы во всемирной паутине? Вот такой злодей может испортить просто-напросто вам вашу жизнь. Депрессия на заказ. Как тысячи пользователей стали жертвами психологического эксперимента социальной сети? Мы сами становимся заложниками своих интересов и сами выкладываем свою жизнь на показ. Этот человек стал настоящей звездой интернета. На свою страницу в Фейсбуке он привлёк 40 тысяч друзей. Беглый преступник Крейг Линч создал профиль в Фейсбуке под псевдонимом «Максимус Джустис» и начал дразнить британскую полицию. Всякий раз он задавал загадки о своём местонахождении. А в одном из постов выложил запись, где наблюдает за лондонским фейерверком в окружении полицейских и даже спрашивает у них дорогу. Когда администраторы удалили страницу преступника, уже на следующий день появилась новая, но под другим вымышленным именем и первая запись. Догадайтесь, кто вернулся. Полиция Скотланд-Ярда обратилась к социальной сети с просьбой выдать информацию, откуда Линч пишет свои посты. И беглого преступника тут же поймали. Даже если кто-то думает, что вот он там заведёт себе какой-нибудь несуществующий аккаунт и будет там что-то смотреть, всё равно его найдут, всё равно его идентифицируют. 5 июня 2015 года. На границе с Сирией турецкие власти задерживают 18 человек. В составе организованной группы россиянка Варвара Караулова. Её подозревают в попытке вербовки граждан в международную террористическую организацию «Исламское государство». А начиналось всё с романтической переписки в социальных сетях. Он обещал жениться. Стали созваниваться. Родители девушки говорят, что их дочь стала меняться на глазах. Даже некогда любимую собаку стала называть нечистым животным. В итоге Варвара тайком сбежала в Турцию, где приняла ислам. Следствие предположило, что таких невест у её сирийского жениха были тысячи. А сам мужчина – профессиональный вербовщик в ИГИЛ. Это огромная индустрия, которая насчитывает десятки тысяч жертв сейчас. Ну, потенциальных жертв, которые сейчас находятся в разработке. Профиль одинокой девушки не единственный. Там есть целый набор так называемых маркеров, по которым выбирается потенциальная жертва. Вербовщики внимательно изучают аккаунты в соцсетях. Исследуют посты, фотографии, комментарии. Но главное для них, по словам экспертов, вступить в диалог с собеседником. Соцсети нужны именно для первого контакта. Дальше, если объект представляет интерес, его вытащат в офлайн. Любым способом даже заплатят, пригласят на какое-нибудь совещание. Это отдельная наука, собственно, как человека превращают в зомби. После терактов в Париже директор ФБР Джеймс Коми выступает со срочным сообщением на конференции по кибербезопасности. Он настаивает на том, что интересы национальной безопасности нужно ставить выше права на тайну переписки. В России Госдома принимает резонансный антитеррористический законопроект. Теперь интернет-провайдеры, сотовые операторы и интернет-компании обязаны хранить переписку абонентов. А при необходимости раскрывать властям ключи для ее расшифровки. Вот только платить за это придется простым пользователям. Почему сейчас идет шумиха о том, что мобильная связь может подорожать? Потому что тройку операторов, ведущих наших, обязали, что информация о абоненте должна храниться не как раньше. То есть вся информация, которую можно поднять, это в какое время кому куда поцеловаться смс, вся история телефона. Технологии на грани шпионажа. Новая разработка Фейсбука – уникальный алгоритм, который позволяет с точностью 97,25% распознавать лица. В отличие от обычных программ, это выстраивает 3D-модель человека по фотографии. В результате система легко идентифицирует лицо с любого ракурса. На миллиарде изображений с помощью нейросетей можно так откатать механизм, который будет распознавать лицо. Независимо от того, приклеите вы усы, бороду, наденете очки, все равно сервис распознавания будет с 90% уверенностью говорить, что это конкретный человек. Еще одна система слежки по социальной сети. Специально разработанная программа сканирует переписку пользователей. Особое внимание уделяет разговорам между новыми контактами. Сомнительные беседы поступают в отдел безопасности, а его сотрудники принимают решение сообщать ли в полицию. Попробуйте даже, например, удалить свой аккаунт на Фейсбуке. Любую фотографию, любой пост, который вы удаляете, это наоборот самые интересные вещи. Вы почему-то удалили этот пост. Более того, даже то, что вы пишете на лету в том же самом Фейсбуке, вот по кошке ответа, потом передумали и стерли, спасибо, но мы это запомнили, и это навсегда ляжет в ваше файлохранилище. Эксперты сообщают, что Фейсбук отслеживает перемещение пользователей по просторам интернета даже тогда, когда они вышли из своего аккаунта. Эксперты Лиги бесплатного интернета обеспокоены, не собирают ли социальные сети под прикрытием борьбы с преступностью ценную информацию о каждом пользователе. Ведь это открывает невиданные ресурсы для манипуляции людьми. Какие предпочтения, о чем человек мечтает, чего он хочет, его желание, вожделение. И затем это серьезно упрощает взаимодействие с таким человеком, когда он вдруг становится каким-нибудь через 10-15 лет важным государственным чиновником, когда можно к нему подвести какого-то человека, который скажет, ну, Иван Иванович, ну мы-то о вас все знаем. Так что давайте-ка подписывайте документ, вредите стране, в общем, и не брыкайтесь. 600 тысяч пользователей Фейсбука, сами того не подозревая, стали объектами тайного исследования. Они попали в фокус-группу методом случайной выборки. Одним намеренно показывали больше позитивных новостей. В лентах других доминировало число негативных публикаций. В результате выяснилось, что контент грустного содержания начал плохо отражаться на самочувствии людей, подавляя их. Те же, кто получал позитивные новости, наоборот, смотрели на мир легко и радостно. В итоге исследователи сделали вывод, что социальные сети не просто воздействуют на настроение, но и могут влиять на восприятие картины мира. Это даже назвали эмоциональным заражением. Поведение отдельного человека непредсказуемо, но поведение толпы, масса людей вполне предсказуемо. Например, существуют эффективные способы определения отношения пользователей соцсетей к заданному событию. И по трехзвенной системе их можно оценивать. Положительно, отрицательно, нейтрально. Пользователи возмутились экспериментом социальной сети. Известная активистка Лорен Вайнштайн задала вопрос. Не убил ли кого-нибудь Фейсбук в результате исследования, учитывая их масштаб и число страдающих от депрессии людей? Адам Крамер, отвечающий за этот эксперимент, извинился от лица всей команды Фейсбука. Но это не значит, что подобные исследования больше проводить не будут. И нет никакой гарантии, что завтра кто-то из нас не попадет в очередную секретную фокус-группу. Смотрите далее. Экстрасенсы или социальные сети? Кто знает о нас больше? На сегодняшний момент я не вижу, что у вас какие-то проблемы. Осторожно, обновления. Что посылают разработчики приложений на мобильные устройства пользователей? Любое приложение, которое допускает апгрейд, может притащить черта с рогами. Чек на покупку. Как продавцы научились читать мысли покупателей? Появилась возможность манипуляции, действительно. Манипуляции большими достаточно массами населению. Кто владеет информацией, тот правит миром. Зная человека лучше, можно его заинтересовать, навязать услуги и даже заставить поверить в магию. Мы решили провести эксперимент. В рекламной рассылке предложили молодой женщине бесплатный сеанс у экстрасенса, но при условии, что будет проводиться видеосъемка. Она согласилась. Марию мы выбрали неспроста. Ее аккаунт в социальной сети открыт для всех пользователей. Она активно публикует не только свои снимки, но и ведет своеобразный дневник. Делится мыслями и переживаниями. Так мы сможем собрать о ней больше информации. Ведь в роли гадалки будет никакой не экстрасенс, а женщина, которая согласилась под игранием. В жизни она занимается организацией концертов и сама имеет артистические данные. Проверим, поверит ли Мария словам ложного экстрасенса, который будет сообщать факты, опубликованные в социальной сети. Вы любите помогать другим. У вас очень раздается чувство сострадания. Вы никогда не пройдете мимо тяжелого горя. Если вам не получается помочь, вы будете очень долго думать об этом, думать, вспоминать, перебирать все различные варианты развития событий. Такую характеристику мы подсказали мне-мой гадалке, исходя из недавнего поста Марии в Фейсбуке. Она рассказала, как на парковке заметила подозрительных людей, подбирающих ключи к машинам. Пыталась за ними проследить и сообщить полицейским, но у нее ничего не вышло. На утро девушка прочитала новость об убитой паре как раз в том самом месте и теперь мучается, что не смогла предотвратить трагедию. Удивительно, но на слова гадалки Мария не отреагировала и не стала упоминать тот случай. Мы и продолжили эксперимент. После перечисления еще нескольких фактов, Мария раскусила нашу съемочную группу. Информация есть в Фейсбуке. Такой бдительности Марии можно только позавидовать. Весь антураж, карты и актерские способности мнимого экстрасенса не сбили с толку девушку. Хотя после сеанса она призналась, что в какой-то момент Чуд было не поверила во все. В какой-то момент я уже даже начала менять свою стойкую позицию, что все-таки охраняется. Вот были такие зацепочки, которые мычки такие, ой, ну, было. Начала сомневаться. Точнее, верить в правду. Наша героиня четко разграничивает публикации в соцсети и реальность. Она даже намеренно создает некий образ, который не всегда совпадает с реальным, но выгоден ей. Я осознанно, я понимаю, что я отдаю на публичное съедение. И вот знаете, если бы была какая-то концепка, которой нету, то я бы вообще на 100%. Я бы уже сидела, стала там, грубо говоря, постоянным клиентом. Я бы фильтрую то, что я отдаю людям. А кто не фильтрует, тот может потерять работу. Скандал в Бурятии. Увольняют федерального судью города Улан-Удэ. Фотографии, которые женщина выкладывает в социальную сеть, расценивают как нарушение судебной этики. Особое возмущение комиссии вызывает этот снимок. Эта монахиня лишилась прихода тоже из-за социальной сети. Марию Иисуса Галлан выгнали из женского монастыря за то, что она проводила больше времени в Фейсбуке, чем в молитвах. По статистике, 76% компаний перед принятием на работу пристально изучают профили соискателей в социальных сетях. В самих офисах контроль над сотрудниками еще более пристальный. Верховный суд Франции разрешил компаниям даже читать СМС-сообщения служащих, если сотрудники находятся на работе. Существует, опять же, то, что вам предоставил работодатель. Он имеет право контролировать это его имущество. Вы воспользовались его оборудованием для передачи своих личных данных каких-то кому-либо на сторону. Натали Бланшар лишилась страхового пособия по нетрудоспособности, которое получала из-за болезненной депрессии. Представители канадской страховой компании посетили ее страницу в Фейсбуке, где не было ни следа от уныния. На фото женщина загорала на пляже и посещала клубные вечеринки. Теперь ей придется продолжать в том же духе, только за собственный счет. Социальные сети давно уже не просто дневничок, который можно спрятать под подушку. Это публичное пространство, в котором за каждым могут следить те, о ком мы даже не догадываемся. Известно, что интернет-магазины собирают и накапливают данные о своих покупателях. Но оказывается, шпионить за клиентами можно и при помощи манекенов. Камера, встроенная в их глаза, передает информацию в систему распознавания лиц. Любая модель компьютерного гаджета устаревает бешеными темпами. На смену приходят более усовершенствованные технологии. С каждым разом техника все больше соответствует потребностям человека. А этим вызывает привыкание. И если сейчас лояльность к рекламе компании стараются купить за счет предоставления скидок, то что же будет дальше? Ведь их главная задача – получить как можно большую прибыль от продаж. Вы чихнули, и вас уже распознали настолько, что через пять минут вам предлагают услуги лечащего врача именно от уха, горла, носа. Вот это нас ожидает в будущем. То есть любое ваше движение, да, вы захотели, грубо говоря, встали, что-то у вас зачесалось, там поправили пятку ботинка, у вас пришло сообщение, что купите эти стельки, потому что они самые шикарные, и вы никогда не будете лишний раз нагибаться, чтобы поправить себе тофель. Уже сейчас во многих телефонах встроена специальная навигационная технология, которая позволяет магазинам отслеживать местоположение покупателя, даже если устройство не подключено к интернету. Это происходит за счёт передатчиков маячкового типа и энергоёмких сетевых технологий. Главная задача продавца – успеть отправить на мобильные устройства рекламные приложения и купоны, пока покупатель находится вблизи конкретного прилавка. Возможно, это не даст ему уйти без покупки. Однако по результатам опросов 77% владельцев смартфонов категорически против, чтобы за ними следили во время шоппинга. А 43% потребителей и вовсе не хотят возвращаться в магазины, где практикуют мобильную слежку. Заманчивые скидки, промокоды и спецпредложения вас просят только скачать на телефон приложение. Это ещё один подвох. Как только это происходит, вы у продавца на крючке. Если ты устанавливаешь, ну, извини, мы будем такие-то данные получать, обрабатывать. Не против? Скидка 30%. Смотри сам. Если пользователь говорит «добро», то это уже, опять же, соглашение между супермаркетом, ну или каким-то там продавцом товара и между пользователем конечным. Они достигли соглашения, что опять пользователь продаёт свои данные, тот ему предоставляет какие-то скидки. Большинство производителей продают телефоны уже с загруженными приложениями. Причём эти программы невозможно удалить, даже если покупатель не собирается ими пользоваться. Китайская комиссия по защите прав потребителей Шанхая даже подала в суд на компании, которые навязывают около 40 заранее установленных программ. Однако эксперты считают, что ни о количестве занятых гигабайт стоит беспокоиться. Важнее то, к чему приложения получают доступ и куда потом отсылают информацию. Очень странно, когда программа с каким-нибудь тестом вдруг при её установке на смартфон запрашивает доступ к микрофону, к геолокации, к камере, ко всему подряд. И эти данные же, сама, сам смартфон может эти данные собирать в фоновом режиме, а затем, даже если вот вы не подключены к сети, при подключении к сети отправлять их на сервера, и там где-то всё это хранится. 290 тысяч приложений, которые можно скачать на мобильные устройства, имеют статус «Очень опасно», предупреждают компании, которые специализируются на сетевой безопасности. Из них 42% следят за местоположением телефона. 31% могут видеть номера телефонов и список вызовов. 26% получают доступ к электронной почте и личной переписке. И 9% особо опасны. Они могут опустошать личный счёт пользователя. Достижениями научно-технической революции пользуются практически все. Это пользуются и бизнес, пользуются мошенники, пользуются преступники, пользуется большой брат. Поэтому для того, чтобы считать, что ты находишься в безопасности, нужно просто взять свои телефоны, утопить в реке, и после этого больше в эфир не выходить. 100 миллионов долларов – это гигантская сумма прибыли, которую получает крупнейшая поисковая система только за один день. Основной доход – от контекстной рекламы. Каждый пользователь воспринимается ничем иным, как покупательской корзиной, куда хотят затолкать как можно больше товара. На вооружении поисковых систем – серьёзная аналитика, где фиксируется каждый клик. Им интересно всё. В какой части монитора вы провели мышкой и на сколько секунд задержались на одном месте? Вся эта информация на вес золота для рекламодателей. Человек и его вот такой информационный слепок, информационная личность человека находятся в рабстве у таких крупных IT-гигантов, потому что любые данные о пользователе тут же перепродаются третьим лицам. Ну, например, о предпочтениях, что покупает тот или иной человек. Человеку кажется, что он пользуется интернетом в приятном одиночестве, но это большое заблуждение. Открывая браузер, мы попадаем в мир, где за каждым кликом неустанно следят программные агенты и их сетевые насекомые. Они фиксируют каждый наш шаг, а потом исправно передают информацию своим хозяинам. А имя им Легион. 30 тысяч фактов в секунду. Одна крупная компания заявила, что уже может прогнозировать поведение 90% интернет-пользователей в России. Глобальная сеть знает о нас порой больше, чем мы сами. Если сегодня интернет научился угадывать желания пользователей, то завтра он будет ими управлять. Как избежать слежки, которая проводится с помощью электронных приборов и видеокамер? Есть много современных технологий, способных защитить человека. Например, специальный макияж, позволяющий запутать систему распознавания лиц. Или кошельки с блокировкой радиосигналов против устройств, которые считывают данные чипов банковских карт. Но чтобы полностью избежать рисков, особо ценную информацию стоит хранить лишь у себя в голове. Я Анна Чапман раскрыла вам все тайны слежки. Подписывайтесь на мой инстаграм.